Депутаты законодательного собрания обеспокоились безопасностью пассажиров такси. На прошедшей неделе вместе с активистами народного контроля, представителями ГИБДД и надзорных органов, они провели рейдовую проверку водителей. Как показала практика, извозчики очень часто не имеют разрешительных документов и не платят налоги. Выходя на рейд, волонтеры заказывали такси через популярные мобильные приложения и по телефону. Но в конце поездки водителей ожидал неприятный сюрприз. Их просили предоставить документы. Кроме путевых листов у таксистов чаще всего отсутствовали отметки о преддействовом осмотре, не было разрешения на перевозку пассажиров, а кто-то из извозчиков и вовсе пытался пойти в отказ. Денежные свиста от данной гражданки вы не получали? Не получали ли получали? Нет, не получали. Он подключился к агрегатору. Через агрегатора ему передали заказ. Он приехал по заказу, взял денежные средства. Сейчас инспектору ГИБДД он поясняет, что это его знакомые. Этот рейд, как древесный срез, сразу обнаружил кольца хронических недугов, от которых не первый год страдают перевозчики. Водители, погоревших в ходе проверки, конечно, накажут. Но в целом на отрасли это не отразится. А вот законодательные нововведения способны навести порядок, считают депутаты. Мы набираем некоторую статистику для того, чтобы более взвешенно принять решение по изменению законодательства по отношению к агрегаторам, которые участвуют в пассажирских перевозках. Дело в том, что за последние несколько лет в нашу жизнь плотно вошли мобильные приложения и сервисы по заказу такси. Но в законе нет четкого определения, кем же являются агрегаторы. Это некие компании, которые продают услуги по передаче информации о потребности у граждан переместиться из точки А в точку Б. К сожалению, нет на федеральном уровне законодательного закрепления, что агрегаторы обязаны проверять наличие разрешения на осуществление деятельности у тех, кто подключается к этим агрегаторам. Тем не менее, в ноябре прошлого года прокуратура посчитала незаконной деятельность ООО «Лидер Н», которая выполняла функции диспетчерской службы, не удостоверившись в адекватном состоянии водителей, наличии у них прав и техосмотра. В итоге суд удовлетворил требования прокуроров. В ходе мартовского рейда выяснилось, что так работают и другие компании. При проверке пяти транспортных средств было выявлено, что все пять водителей осуществляют перевозку пассажиров в качестве такси нелегально. Отсутствуют путевые листы, отсутствуют предрейсы медицинские осмотры, а также транспортные средства. Все пять не были проверены на предмет технического состояния транспортных средств. В пресс-службе Яндекс.Такси нам сообщили, что приветствуют любые подобные проверки, а партнеров-аутсайдеров обещают отключить от заказов до устранения нарушений. Между тем, накануне Международного дня таксиста портал «Зарплата.ру» исследовал спрос и предложение в этом сегменте. Количество вакансий для таксистов в Новосибирске за два года выросло в 3,5 раза. При этом наибольший рост произошел за последний год, с начала 2017-го. И на сегодняшний день в среднем таксистам Новосибирска предлагают заработную плату в районе 61 624 рублей. Неудивительно, что число таксистов в городе растет как на дрожжах. Вот только конкуренция на рынке зачастую сводится к ценовому демпингу. А качество услуг и безопасность пассажиров по-прежнему остаются за скобками. У нас врезалась сначала машина «Субару», потом «Сефира». Вот так в январе 2013-го окончилась поездка на такси для Константина, Никиты и Руслана. Последний в результате ДТП пострадал сильнее всех. Шип головного мозга с кровоизлиянием, перевом рёбер, подкационный разрыв обоих почек, удаление селезёнки, перевом поперечного отростка позвонка, шип лёгкого. Парень чудом остался жив, но в сложно подчинённой цепочке, где сплелись интересы диспетчерской службы, таксопарка и водителя, оказалось непросто найти ответственного за договор этой конкретной перевозки, чтобы взыскать ущерб. Изменения в профильный федеральный закон, вступившие в силу 1 января 2015-го, не сняли всех противоречий. По сути, они позволили вчерашним бомбилам легализоваться на таксомоторном рынке. Сегодня законодатели пытаются определить, кто и за что будет отвечать в этой системе координат. Сейчас в первом чтении прошёл законопроект о таксиновой, который расставит по местам, кто в отрасли являются агрегаторы, водители, ну и, соответственно, таксопарки. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.